Всем привет, с вами у нас Юпанцер. И сегодня у меня есть повод записать видео, потому что ко мне пришла посылка Неждана Нигаджина. Мой подписчик, он же бывший мой коллега, с которым мы проработали, я не знаю, несколько лет вместе работали в одной фирме, в которой до сих пор еще работаю, а он уже работает в другом месте. Вот он мне посмотрел в моих обзоров, спросил, а не обозреваешь ты вино? Потому что он в последнее время пьет вино, в основном вино домашнее. Я сказал, что вроде как особо нет, но если было бы что, может быть и обозрел бы. У меня есть один обзор вина, если чего. Снят он во время русского закона, по-моему. Но он сказал, что не проблема, я тебе пришлю свое вино. Поэтому в этой посылке должно быть его вино. Сейчас мы это дело откроем. Я даже не знаю, как она должна правильно так или не так. и имеем две бутылочки. В одной бутылочке вино, я с ним сегодня общался, он мне прояснит ситуацию. В одной бутылке вино из села Кучурганы. Вино, которое я так понял, делают он сам. В другой бутылке пиво. Пиво из крафтовой пивоварни, по-моему, называется «Седьмое небо». Сейчас мы скажем конкретнее. Да, кстати, Ромка, привет. Итак, что мы имеем. Где тут? Где тут? Где тут? Где тут? Да, фотки будут. Это «Севенбир». Приватная пивоварня. И пиво это называется… Ну, где тут? Бум-бум-бум-бум-бум. А тут его, кстати, нету. А, вот. «Жигуэль». Вот. Пиво «Жигуэль». Вот. Это я тоже выложу. Может, будет интересно. Кто-то захочет на «Севенбире». Может, я когда буду на «Севенбире», я, может быть, там чего и куплю. Но я там заезжал, там, блин, такой муравейник, чтобы, блин, дурдом. Вот, собственно, у нас есть две тари. И что? Ну, надо попробовать, наверное, все-таки. Сейчас я возьму стаканы. Так. Будет у нас такой дубль. Попробуем и винишко, и пивишко. Итак, «Жигуэль». Начнем все-таки с пива. Я, правда, только припер с почты, но оно холодное. И на почте, я думаю, что не сильно там жарко. И так, в принципе, прохладненько даже тут. Поэтому, я думаю, пиво будет крепенько в бутылочке, конечно. Будем пробовать. Что я скажу? Я об этой пивоварне ничего не знаю. То есть, я вот только сегодня узнал ее существование. Так что, что за пивоварня, как варит, что там делает. Но подписчик сказал, что у них там какие-то технологии, какое-то бочковое пиво. Ну, короче, все очень сделано очень по-серьезному. И пиво, типа, в них путевое. Хочется верить и надеяться. Еще это солдовая нотка, но вполне приятная. То есть, не отталкивающая, по крайней мере. Цвет, в принципе, было видно, что такой темненький янтарь. Пена есть, но она садится. В аромате чувствуется небольшая кислинка. То есть, в принципе, должно быть вкусно. Вот на это и будем надеяться. Ладно. Так, попробуем. Пиво, на самом деле, довольно такое водянистое, на мой взгляд. Чувствуется хмелевая горчинка. Она есть, но она мягкая. Причем она как-то сразу уходит. То есть, она не остается. То есть, пьешь, чувствуешь. Пиво мягкое. Несмотря на то, что пена довольно большая и пузыристость серьезная, не ощущается этой остроты вкуса. Но довольно мягкое пиво. Что может эта информация есть? Так, плотность. Да, тут все написано. Плотность 11. Алкоголя 4. Цена 65 гривен за литр. ИБУ 11. Ну, ИБУ 11, да, ощущается, что она совсем мягкая. Ну что ж, для плотности 11, алкоголь 4. Это, в принципе, неплохо. Но все-таки плотность 11, плотность 11, это слабенькая на самом деле. То есть, в целом, неплохо, как для дегутации. Не буду сейчас все это дело усугублять, потому что у нас есть еще вино, которое мне тоже нужно попробовать и, естественно, дать свой отзыв. Вино красивое. Цвет такой прям насыщенный. Красный. Аромат такой цветочный. Даже не именно не виноградный, а какой-то вот такой цветочный аромат. К сожалению, по аромату сорт винограда не определю, незнакомый. Но вино очень похоже на молдавский вино, домашний. С насыщенным вкусом. На таких, собственно говоря, я и вырос в свое время. Потому что мы домашние вино. У нас белых и розовых было очень немного. В основном все делали вот такое красное вино. За основу брался, наверное, виноград Молдова. Его у нас больше всего было. Потому что именно это росло в огородах, на гаражах, на балконах. Как-то все вот так было именно с красным виноградом. Хотя вот мы ездили в советские времена, школьников тоже вывозили помогать сельским работникам. И мы осенью, ну блин, бывало по разу, по два раза в неделю в течение месяца, наверное, полтора ездили собирать виноград. Был у нас рядом колхоз Паримога. И вот нас вывозили автобусом. Там давали какую-то норму. Обычно это там пару рядков пройти, пособирать со своими ведрами. Все это в Чернию высыпали. И там был в основном белый виноград. Типа что-то там столовый там или там какой-то ЛГТ, что-то такое было. А вот темный, темного винограда не было. То есть, когда мы находили вкус темного винограда, мы, блин, там свисток, все прибежали, чтобы попробовать темного винограда. Хотя на самом деле у нас того винограда в самом городе было вот так. Ешь не хочу. Но это одно, а в колхозе там дело другое, короче. Так вот, колхоз, между тем, то есть были, видимо, где-то виноградники из черного винограда, но нас на них никогда не возили почему-то. Не знаю. Мы все время собирали виноград белый. Вот. А домашнее вино было почти всегда темное. Светлое, то есть розовое или белое вино очень-очень-очень редко где-то продавалось. И я не знаю, можно буквально по пальцам одной руки сказать, сколько случаев было, когда мы пили белое вино. Домашнее имеется ввиду. Ладно, хватит разглагольствовать. Я бы не сказал, что сухое вино. То есть, понятно, оно не сладкое, не полусладкое, но в нем хорошо ощущается тониной. Вот тониной. В чем вкус? Есть определенная терпкость, кислинка, не сильная, то есть не так, как у сухаря, допустим. Ну да, да, это кислинка, присущая именно сухим вином. Да, скорее всего, это именно сухое. Но не простое. Последнее время, когда я пью магазинные вина, я не знаю, то ли я чего-то не понимаю, но они совершенно не похожи на вина домашнее, к которым я привык. Но вообще никакое. То есть, да, есть какой-то аромат, да, есть какой-то тонкий вкус, но, блин, мои рецепторы привыкли к вкусам таким, чтобы это ощущалось, вот как здесь. То есть, ощущается небольшая кислинка, все остальное вкусы, это вкус виноградного сока, это вкус виноградной косточки, это вкус даже тех же тонинов, какая-то терпкость вина. Здесь это есть. А вот вина в домашних магазинах этого нет. Именно поэтому я в последнее время их не пью. А вот в домашних винах я тоже не часто пью на самом деле. Но вот иногда хочется, когда там, я не знаю, смотришь, особенно Георгий Кавказ, кто смотрит, там вот там постоянно это вино глушит. Вот он наливает себе в стакан, и я такой сижу, аж слюной давлюсь, потому что хочется тоже налить себе стаканюру вина, и вот это же самое, как он, просто взять холоденькое, холодное, чтобы аж зубы сводило, и апаркировать стаканчик вина. Да, это вино, на мой взгляд, отличное. То есть то, к чему и привык я. Я боюсь, что многие люди, которые привыкшие к вину уже магазинному, не оценят этот букет. Для них оно будет какое-то там горьковатое, терпковатое. Короче, не то, что треба. Ну, на мой взгляд, это как раз то домашнее вино, которое, в принципе, и ценится. Где есть свой определенный вкус, при таком красивом цвете. И я думаю, что в нем достаточно крепости, чтобы оно ощущалось после одного-двух стаканов. Так что мой вердикт по пиву. Пивасик на самом деле слабенький, вполне приличный, но, на мой взгляд, слабенький. Я не знаю, может там что-то другое будет более насыщеннее. Но это когда я уже туда доберусь. Возможно, когда-то я туда доберусь. И это дело куплю. По вино. Вино такое, как я помню со своей юности. То есть то вино, на котором мы возвращались все тут, в этой области. Вино, которое, допустим, я пил в болгарских сёлах. Вино, которое я пил в молдавских сёлах. То есть вот оно вот такое. То есть, ну, практически хороший стандартный вкус, хорошего стандартного вина. К этому бы вину брынзочки овечьи, сальца вареного, хлеба домашнего, ковурмы. И вот за этим застульем посидеть бы еще с каким-то корешком, да, почирикать по душам. Вот. Жаль, у меня сегодня так не получится. Но, в принципе, эту идею надо воплодить в жизнь, потому что идея отличнейшая. Вот. Ну, на сегодня у меня всё. У меня было, напомню, вино и пиво от моего подписчика Романа. Роман, всё было отлично. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова